Друзья, я выключил звук у всех и включил запись. Обращаю особое внимание Владимиру Алексеевичу, что я у него звук тоже выключил, ему придется включить еще раз звук, как мы тут тренировались, через примерно 5 минут. А сейчас я начну наш очередной вебинар. Итак, сегодня у нас 7 июня 2023 года. Мы начинаем очередной вебинар с очень интересным докладом, о котором чуть попозже я скажу. Доклад называется «Поиск новой заряженной частицы в интервале массы 2-100 мегаэлектронвольт». Ну, такое немного жаргонное, на мой взгляд, название, потому что масса измеряется, как известно, в других единицах, но, в общем, физикам это понятно, о чем идет речь. О чем идет речь. Эта работа очень важна, и почему она для нас, для людей, которые интересуются холодным ядерным синтезом. Я поясню чуть позже, почему она важна. Но сейчас пока пару слов хочу сказать о Владимире Алексеевиче. Во-первых, я в первых каких-то рассылках, объявлении его неправильно назвал Александровичем. Это Владимир Алексеевич Никитин. Он доктор физмат-наук, о чем я тоже там не всем писал. Вот, извиняюсь перед Владимиром Алексеевичем, но некоторые знают, что он доктор. Я написал, что он доктор. И расскажу интересную историю, связанную с его докторством. Итак, он родился в 1934 году. Прошу поаплодировать. У нас Геннадий Иванович только может сравниться с ним, а все остальные сильно моложе. Так, Шипов я имею в виду. А все остальные сильно моложе. Родился я в 1934 году в деревне Волково Серпуховского района. По сути дела это деревенский паренек, понимаете, который закончил с золотой медалью школу и ухитрился поступить на физфак МГУ. Понимаете, вот это вот очень важно. При социализме можно было, не имея никаких интернетов, из деревни поступить на физфак. Вот так, ну, определенным талантом надо немалым обладать. Учился до 1958 года Владимир Алексеевич. Из интересных фактов учебы это то, что он сдавал экзамен по квантам Ландау. Я так понимаю, Ландау читал им там кванты, вот он ему сдавал. Он там, Владимир Алексеевич, не очень любит этот эпизод вспоминать, но это очень значимый эпизод. То есть вот такие учителя были классные, так? Хотя некоторые люди Ландау интересуют, критикуют. В 1956 году Владимир Алексеевич был приглашен в лабораторию нейтронной физики в Дубну. Дубна уже к тому моменту была создана, Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. Она была уже создана в лаборатории нейтронной физики. Ну, потом он перешел в другую немного лабораторию. Но, по сути дела, вот в Дубне с институтских времен до сего времени, вот он сейчас сидит на своем рабочем месте. В 89 лет вот все еще работает и очень, и очень, как я вижу, эффективный, активный сотрудник этого института. Кроме того, он работал в институте физики высоких энергий, это портвино, эксперименты некоторые ставил. Очень забавная, интересная история, связанная с защитой им диссертации. Он в 67 году создал со своими коллегами струйную водородную мишень. Ухитрились завести в откачанный объем синхрофазотрона водородную струю. Вот это фантастическая вещь, и оказывается, этим сейчас на многих таких объектах используют идеологию и технологию, которые разработал Владимир Алексеевич Никитин. И с этой работой он выступил, пытаясь защитить ее как кандидатскую диссертацию. И в ходе защиты ученый совет Дубны признал, что это докторская диссертация. То есть он сходу защитил не кандидатскую, а докторскую диссертацию физмат-наук. Я пошутил, когда он мне это рассказывал, сказал, что я знаю еще одного человека, который, защищая кандидатскую диссертацию, получил докторскую степень. Его зовут Евгений Павлович Велихов, на что Никитин не ответил. Я вместе с ним учился на одном потоке, на физфаке. То есть вот такой вот забавный факт, что два выпускника физфака вот так защитили докторскую диссертацию. В связи вот с этими его, также следует упомянуть, что в связи вот с этими работами, связанными с введением протонного водородного пучка в синхрофазоатрон, была выдвинута померенчуком и грибовым, была выдвинута идея так называемого частицы померон. Она в свое время, насколько я понимаю, была очень популярна, но сейчас почему-то как-то отошла, вот идея этой частицы отошла на второй план. Ну вот, собственно, про Владимиру Алексеевичу все. Теперь вот к докладу, который мы сегодня прослушаем. Я его очень высоко оцениваю, этот доклад. Я о нем узнал от Андроша Ковача где-то года два-три назад. Года три, скорее всего, назад. И мы сразу поняли, что это очень важная работа. И я пытался найти этого человека Никитина. И, наконец, это произошло. И вот мне удалось пригласить его на наш вебинар. Ну, в чем значение вот именно этого тяжелой частицы, которую они нашли в своих экспериментах, тяжелого лептона? Дело в том, что это все восходит к идеям, по-видимому, Сахарова, которые там описал, Зельдович и Герштейн описали в статье о мионном катализе, о том, что можно создавать атомы не только с помощью электронов, но и с помощью вот других лептонов, тяжелых лептонов. И вот это создает такой целый набор возможностей для получения плохо учитываемой современной физикой источников энергии и трансформации вещества. Вот если добавляются новые такие вот лептоны, неизвестные, ну, не принятые еще пока классической стандартной наукой. Кстати, это забавная история. Вот стандартная модель считается, вот она такая почти совершенная, а вот добавить туда новый лептон ничего не составляет, ничего не нарушает. Более того, массу нейтрина можно добавить, оказывается, и тоже не нарушает стандартную модель. Вот это довольно все странно выглядит. Еще раз напомню, что для нас это интересно тем, что это создает новые возможности для получения маленькой частички, меньше, чем обычный атом, и при этом возникают новые возможности для преобразования ядер, уже не атомов, а ядер. И также выделяется новое, не очень учитываемое вещество современной физикой, не учитываемая, выделяется лекомагнитная энергия. И также важно вот что сказать, что эта работа не получила признания в его родном институте, Объединенном институте ядерных исследований в городе Дубна, хотя квалификация этого человека не вызывает, по-моему, никаких сомнений. И работа экспериментальная, и на очень мощной, серьезной базе экспериментальной, но тем не менее, вот почему-то коллеги ее признавать не хотят. И это очень сильно напоминает историю, которая случилась с реликтовым излучением, которое, как известно, было открыто Шмаоновым в институте в Ленинграде, и даже какую-то небольшую работку они опубликовали. Но коллеги зашикали эту работу, и она была задвинута на второй план. А через 10 лет американец и англичанин за это получили Нобелевскую премию. Вторичное открытие, по сути дела, было. Возможно, они даже эту работу Шмаонова и видели. Вот. Ну, эта работа, вот то, что мы сегодня послушаем, она тоже, возможно, вот из такой же серии работ, которые не признаются очень-то физикой, современной такой, как бы, управленцами современной физики. Поэтому мы делаем вывод, что то, что мы тут рассматриваем, иногда не очень укладывающуюся в современную науку, оно не связано с квалификацией, оно связано с признанием власть придержащими физиками. Но, тем не менее, квалификация у тех людей, которые новые идеи выдвигают, она должна быть очень высокая. И таковая, конечно, есть у Никитина. Я закончил. К сожалению, говорил долго, говорил 10 минут. Но, тем не менее, это того стоило. Владимир Алексеевич, пожалуйста, вам слово. Во-первых, включите ваш микрофон. Включил микрофон. Да, я вижу, молодец. И вывешивайте свою презентацию и ждем вашего выступления. Вот, Валерий Николаевич, вы видите мою... Пока не вижу, вам надо нажать зеленую клавишу и нажать клавишу «Поделиться». И тогда мы все увидим. Видят? Видят они? Нет. Давайте посмотрим. Пока еще нет. Сейчас вот так сделаем. Так, сейчас посмотрим. Вот сюда зайдем. Поделиться. Так, Владимир Алексеевич, я вижу демонстрацию экрана делаю. Потом поделиться делаю. Вот все, начинается. Вот все, увидели ваш экран. Да, спасибо. Значит... Ильин Федорович, вот это вот как убрать? Пустите, рюмочка. По рюмочке подойдите? Вот это? Да. Дорогие коллеги, здравствуйте. Я вам представляю работу, которую вы видите на экране. И чуть-чуть вы видите город Дубна, который выходит на Московское море, и там виден канал имени Москвы. Анотация. Предлагается закономерность распределения масс лептонов, электрон, мюон, тауон, указывающие на возможность существования нового состояния тяжелого электрона с массой 8 мэп, то есть 16 раз тяжелее обычного электрона. Для его поиска просмотрено 55 тысяч сфере фотографий с двухминтровой пропановой кузыковой камеры. Камера экспонирована на пучке протонов 10 гафф на синхрофазотроне ОИЯИ. Анализируются события конверсии гамма-квантов пары заверженных частиц. Найдены 47 аномальных событий, в которых одна частица пары останавливается в объеме камеры, имеет в конце пробега повышенную плотность трека и при идентификации обнаруживает массу 8 мэп. Вот о чем идет речь. Эту частицу искали, начиная примерно с 59-го года, и московские физики, и в других городах. Вот здесь список литературы приведен. На пучках гамма-квантов, на пучках протонов 300 мэп. И, наконец, в Серпухове протвено на ускорителе 70 га. Тоже две работы опубликованы, где это искали уже за пределами массы мюмезона. Но все работы кончились без результата. В смысле, искомая частица не была обнаружена. Теперь я напомню, может быть, в наших рядах эта картинка широко экспонируется и известна, но данной аудитории, может быть, нет. Поэтому разрешите мне сказать, что вот мы оперируем так называемой стандартной моделью, в которой есть 6 кварков, сильно взаимодействующих объектов, и 6 лептонов, слабо взаимодействующих объектов. Всего 12 фундаментальных фермионов. Вот это и есть основа мира, как мы его видим в настоящий момент. Кварки взаимодействуют посредством тоже гипотетической частиц, которые мы явно не регистрируем, называемые глюоном от английского слова клей. Конечно, есть электромагнитные взаимодействия, которые переносятся гамма-квантом, он здесь обозначен. Есть слабые взаимодействия, которые переносятся частицами, называемыми Z и W. И есть глюоны, которые обеспечивают сильное взаимодействие между кварками, о чем я уже сказал. Диапазон масс, в которых разбросаны эти фундаментальные, во всяком случае на данный момент, компоненты мира, от 0,01 электронного вольта, это примерно масса нейтрина, до 170 Г, это масса последнего кварка, так называемого ТОП-кварк, Т-кварк, вот он здесь показан. Еще очень популярная сейчас частица или объект, называемый бозоном Хиггса. То есть предполагается, что вся Вселенная, все пространство заполнено полем, которое придает массу вот этим фундаментальным частицам. В стандартной модели все они, которые я назвал 12 фундаментальных элементов, все они безмассовые. И это большая проблема для теории, чтобы придать им массу, придумано поле Хиггса в 64 году. Но оно было непопулярно до 2012 года, когда в Церни наконец вроде бы наткнулись и на бозон Хиггса. Итак, в мире, в вакууме, так сказать, или в пространстве есть это поле, в котором плавают эти рыбки наши, кварки и глюоны, и они взаимодействуют с этим полем, приобретают соответствующие массы. Но в настоящее время теория еще весьма несовершенна в этом смысле, и весьма неполна, поэтому тем не менее, хотя это поле и введено, и сказано, что оно создает массы фундаментальных фермионов, мы предсказать их, в теоретике предсказать эти массы или указать какое-то закон их образования не можем. Поэтому эта задача стоит. Вот здесь еще раз я возвращаюсь к кваркам или тонам, чтобы, если кто видит, показать их характерную массу. Вот U-кварк, up по-английски, верхний кварк, имеет массу около двух метров. Вот он, вот я показываю. Чарм или очарованный кварк имеет массу около ГЭЛа. И, наконец, последний, самый тяжелый элемент в этой фундаментальной плеяде. Т-кварк имеет массу 170 ГЭЛ. Глюоны, которые связывают кварк безмассовые, ну, вот нижние кварки, они вот в нижней строке стоят, имеют массу 4 МЭЛа, 90 МЭЛа и 4 ГЭЛа в B-кварк. Бьюти или прелестный кварк. Еще раз медиаторы взаимодействия здесь показаны. Нужно сказать, что, по-видимому, вот их массы. Z-бозон, который слабое и электрослабое взаимодействие организует, имеет массу 90 ГЭЛ. W-бозон, заряженный плюс-минус, единичка заряда 80 ГЭЛ. И, наконец, нейтрино. Сейчас масса их совсем неизвестна, ну, за исключением верхней границы, которая следует из космической физики. Вот в этой табличке показаны десятые доли МЭВа. На самом деле сейчас это 3 десятых электрон вольта астрофизика диктует нам. Итак, поле Хиггса, вот можно такую картинку применить. Море, которое заполняет Вселенную. И в море есть волны, потому что все поля, как нам диктует теория, должны быть квантованы. И это действительно осуществлено в теории современного мировоззрения, за исключением гравитационного поля. Бозон Хиггса открыт следующим образом. Протон-протонное взаимодействие. При энергии в системе в центр масс 7Т взаимодействовали в кольце большого адронного коллайдера, LHC или большой адронный коллайдер. В поле АПСИС отложена масса системы двух гамма-квантов, которые регистрировались аппаратурой, которая называется колориметр, или, вернее, это основная часть этой аппаратуры, готовит. И вот оказалось, что эффективная масса системы двух гамма-квантов имеет вот такое распределение, в котором есть указание на максимум, или вообще он сейчас считается достоверно установленным, при массе 125 г. так что, когда это было открыто в 2012 году, все закричали «Ура!», «Слава Богу!», мы нашли, наконец, последнюю компоненту стандартной модели, которая нам очень нужна, чтобы массы сделать отличными от нуля. И вот такая картинка. А в вертикальной шкале отложено количество регистрируемых частиц. Еще раз о бозоне Хиггс. Он распадается, вот как я сказал, на два гамма-кванта через всякие возможные комбинации, дубль в бозоне, т-кварт, или чего-то неизвестного или более сложного. Но, во всяком случае, открытие совершено вот по этим двум компонентам, двум гамма-квантам. Хотя сейчас уже намерено очень много каналов распада этой частицы. Теперь кварковая модель. Есть диссиденты, которые ее не признают. Но это действительно редкие уже такие люди, как их назвать, которые в стороне стоят. Но кварковая модель очень хорошо обоснована как динамикой известных процессов, так и, главное, систематикой. Вот здесь показана одна из картин, из многих-многих картин, как кварки образуют совокупности известных регистрированных частиц. Вот здесь в нижней части этого рисунка отложен заряд по одной оси, по другой, электрический, по другой, значит, количество кварков, и по третьей оси масса. Нижний треугольник, мы что здесь имеем? Возбужденные станции. По третьей оси у вас странность там, Владимир Алексеевич. Странность по третьей оси. Где у меня странность? По третьей оси? По третьей оси число, масса отложено. Ну, то есть, количество б-кварков, вот как лучше сказать, масса или количество б-кварков, которые... Вот здесь количество б-кварков, которые входят в эти компоненты, хорошо известные гипероны и возбужденное состояние протона, б-кварк не участвует. Участвуют только легкие кварки и странный кварк. Вот он образует странные гипероны. На следующий добавляем вместо одного из этих кварков б-кварк, получаем еще одну компоненту частиц с одним б-кварком. Вот она на 4,5 гэва тяжелее этой основной компоненты, потом шагаем еще вверх, добавляем еще один б-кварк и, наконец, последняя возможность кварковой инженерии. То есть, мы действительно поступаем как инженеры, которые строят машины из разных компонентов. Вот получился так называемый омега-минус гиперон со спином трех вторых, и он состоит из трех б-кварков. Это все открыто, хотя здесь вот написано некоторые частицы не открыты, но сейчас это все уже мы к этому привыкли. Почему я не могу сменить картинку? Да, вот сменилось. Ну и такой полуфилософский взгляд на то, где мы сейчас находимся в понимании мира. Вот предложена такая художественная картинка. По осям отложены основные фундаментальные константы. Константа гравитационного взаимодействия вверх идет G, константа скорость света, как единица делить на С, и константа квантовой механики H. И что мы имеем? В начале координат, где все эти константы равны нулю, мы имеем классическую механику, смещаемся вправо, получаем плюс к этим константам, еще H добавляем, получаем квантовую механику, идем вверх, получаем теорию гравитации, классическую, идем по оси С, получаем специальную теорию относительности. Вот эти вот три фиолетовых шарика, диска, это хорошо установленные теории, это наше фундаментальное знание. А вот в других местах этого пространства теории, которые разрабатываются. Ну, общая теория относительности, она еще не удалось проконтровать, например, квантовая теория поля, основной наш, так сказать, забойный элемент, где мы работаем, вот он так поместен и так далее. И, наконец, мечта, находящаяся за горизонтом, уходящая за горизонт, это теория великого объединения. Теория великого объединения всех взаимодействий. Она находится в зачатанном состоянии. Какие-то идеи есть, но далеко от... Теперь число базовых элементов. Вот я назвал 12 фундаментальных фермионов, из которых строятся сейчас все известные наблюдаемые частицы, но за исключением, может быть, частиц темной материи. Вот с древних времен шло... В 93 веке до нашей эры была предложена идея атомов. Потом эти атомы действительно в средние века и вот вплоть до нашего времени открывались постепенно. И, наконец, к 30-м годам было открыто 92 химических элемента, которые до 900-х годов считались фундаментальными частицами. Но сейчас мы знаем, что это есть атомы, которые стоят из ядра электронов. Но вот когда это случилось, когда атом был расшифрован, воскликнули. А, так есть всего одна, всего три фундаментальных кирпичика. Это протон, нейтрон и электрон. И поэтому экспериментаторы, идите, отдохните, а мы, теоретики, сейчас сядем в кабинеты и создадим всеобщую теорию мира из этих трех элементов. Но постепенно экспериментаторы стали накапливать все новые и новые частицы. Например, был открыт эмизон, другие эмизоны, которым было присвоено свойство объединять нуклоны в ядрах. И вот в 60-м годах таких частиц уже было около трех десятков новых открыто. И поэтому опять было понято, что нужно спускаться вниз. И были названы кварки. Гипотетические частицы, которые прямо не наблюдаются, но которые, как я вам показал, являются хорошими элементами, из которых удается строить все остальные частицы. Хотя сами кварки остаются невидимыми. Почему они невидимы? Невидимы на этот вопрос ответа нет. Просто в вели теоретике еще одно квантовое число цвет, который закрыт в цветовой тюрьме, а наружу появляются только белые частицы, которые объединяют три кварка. Красный, синий, зеленый. Как известно, эти три цвета в совокупности дают белую гамму. И вот такие белые частицы мы в лаборатории видим. Но на этом дело не кончилось, потому что вот у нас есть 12 фундаментальных ферменов, но что будет дальше после 20-х годов? Будут ли открыты еще? Будет ли открыта суперсиметрия и так далее? Другие идеи реализованы. Мы не знаем, вот здесь стоит знак вопроса. Так что... Но здесь я на этой картинке еще цитирую Елену Блаватскую, которая в 1888 году очень правительски сказала, вот здесь где-то вот, что атом именно делим и должен состоять из частиц или субатомов. И вот она оказалась чудесным образом права. И, наконец, я приступаю к теме моего доклада. Это было такое полуфилософское видение. Имеется, уже мы около 50 лет знаем, что есть электрон мю-он и еще один лептон тау-он. Это три заряженных частицы. Они либо отрицательные, либо античастицы положительные. И массы у них распространены от полуфилософского электрона до 170 гэп, как я вам показывал, у последнего лептона тау. И попытки пройти по этой шкале дальше пока не увенчались, как я говорю, успехом. А мы поставили задачу поискать, а нет ли чего, что-то неизвестное, как, впрочем, и другие люди до нас, поискать, исследовать более детально вот этот интервал между электроном и мю-оном. Причем поводом для такой мысли явился вот этот график. Давайте просто так в потолок присвоим этим частицы номера. Электрона 0, мю-ону присвоим единичку, естественно, и тау-ону присвоим 2. И тогда в спектре масс получаем вот такую голубую функцию, которая, ну, не очень красива, потому что она немножко сложнее, чем хотелось бы. Но давайте присвоим другие числа. 0, 2, 3. И тогда получаем с точностью 15 процентов, вот нижняя картинка показывает, получаем прямую линию на интервале масс от 0,5 до 170 г. То есть, такой впечатляющий результат. И что еще удивительно, эта единичка-то пропущена нами, а действительно природа ее пропустила. Ну, легко из этой прямой линии посчитать массу. Масса оказывается 7,6 мэва и 7,4 мэва. И тогда вот я лично, это случилось в 17-м году, побежал в фильм о хранилище и закричал там девочкам, дайте, дайте мне пленку, я буду искать новую частицу. И стал в течение примерно полутора лет просмотрел 7 тысяч кадров фильма, фотоматериала с пропановой пузырьковой камеры двухметровой и нашел там 7 кандидатов. Сейчас я еще посмотрю, что я тут ничего не пропустил. Важного нет, все нормально. Владимир Алексеевич, вот я советую, вот этот слайд не убирайте, я советую обратить внимание, что вы предположили, вы об этом не сказали, это очень важно, что масса распределена, вот у вас тут формула, вот масса n равняется константа на экспоненту в степени nb. Вот вы про эту, не сказали ничего, про вот эту предполагающую, предполагаемую формулу. Да, вот это вы правильно замечание сделали, значит этот график, логарифмическая шкала по массе, он предполагает эту формулу. Если вот ее предположить, то тогда масса изображается вот такой аналитической функцией, где n мы обсудили с вами, вот они 0, 2, 3, тогда получается простейшая величина и в эту экспоненту не надо добавлять квадратичных членов. Вот такая история. Теперь идем дальше. Значит, что такое фотоматериал с пузырьковой камерой? Вот показан пример ленты, на которой находятся кадры, снятые с данного участка камеры, и таких лент сразу снимается шесть штук, шестью камерами. А вот это здесь показано стереолинза, линза, стереолупа, в которую можно смотреть, поставив такие пленки вот на эти вот позиции, и тогда вы глазами видите пространственную картину того, что происходит в камере. Либо, конечно, более предпочтительно, удобно смотреть изображение с камеры, фотоизображение на просмотровом столе. В этом случае пленки загружаются вот сюда. Одна пленка, вторая пленка с другой стороны, и вы видите, эти изображения проектируются вот через эти объективы на этот стол. И перед вами два изображения, снятые с двух точек зрения. Чтобы посмотреть другие изображения, вам придется заменить ленту. Ну, этот стол вот размером с ростом человека. И получили вот такие характерные фотографии. Вот давайте на одну из них посмотрим. Значит, размер, фотографируемый объем в данном случае вместо двух метров один метр на 60 сантиметров. И мы видим здесь вот первичные частицы протона 10 Г прошивают камеру. Вот особенно на этом снимке видно тут около десятка первичных протонов с энергией 10 Г они проходят через объем камеры и рождают вторичное взаимодействие. Ну, этот рисунок выбран не случайно, на нем как раз есть вот такое событие. Что-то такое типа гамма-кванта, который идет вот из этой звездочки. Здесь первичный протон провзаимодействовал с ядром пропана. По-видимому, родили спину лепет. Владимир Алексеевич, курсор не очень хорошо виден, поэтому чуть-чуть поподробнее точку и подвигайте курсором, чтобы мы лучше его видели. Вот двигая курсором, вот здесь случилось ядерное взаимодействие первичного протона с ядром пропана, вот здесь. И с этой точкой, из которой выходят вторичные лучи, ассоциировано вот это событие, которое проще всего, к чему мы привыкли, говорить, что отсюда вышел гамма-квант, траектория которого, естественно, не видна, и он конвертировал две заряженные частицы. Вот одна я показываю, вторая я показываю. Вторая частица особенно замечательна тем, что она сначала почти релятивистская, пузырьки тут отдельно видны, если сделать соответствующее увеличение, а в конце пузырьки слились трек частицы черной. То есть действительно это указывает явным образом на то, что индиционные потери этой частицы увеличились по мере того, как она проходила, объем камеры наконец остановилась вот в этой точке, вот в этой точке, которую я еще раз покатываю. Так что вот здесь вот я закричал ура, найдена аномальная частица. Ну, сейчас я покажу, как определяется ее масса, естественно. Извините, а магнитное поле было? Ну, конечно, вот вы видите, что частица кривая, магнитное поле поле полтора Тесла, оно несколько зависит от координат, но достаточно равномерное, и поэтому мы можем мерить кривизну трека вдоль его траектории. Сейчас мы на это посмотрим. По кривизне мы определяем импульс, а по пробегу, то есть от каждой данной точки до конца трека мы меряем длину этой траектории, и у нас есть средство, формула, я тоже сейчас ее покажу, как мы определяем энергию, кинетическую энергию, частицы в данной каждой точке на ее траектории. Таким образом, имея энергию и импульс в каждой точке трека, мы можем посчитать массу, что делают студенты первого курса. А вот поскольку это распад гамма-кванта, покажите вторую частицу, вот она тут не видна, второй трек. Второй трек, вот второй трек, вот смотрим опять на точку конверсии, вот точку конверсии, если вы видите, вот она, вот она, точку конверсии, здесь ничего не было, и потом вот родилась пара. Одна частица, вот я по ней иду, 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 на частицах. То есть там только кусок траектории виден? Да, кусок траектории, потому что камера, вот вы видите, она ограничена 60 сантиметров, поэтому эта частица остается, единственное, что о ней можно сказать, это по кривизне померить импульс. Больше ничего мы о ней не можем сказать. А об этой частице мы можем сказать мы. А эта вот закрутка в эту сторону, это какой заряд частицы получается? Заряд мы все время считаем, что он равен частицы, то есть заряду элементарного заряда. Плюс или минус я имею ввиду? а знаку, конечно, мы определяем по тому, по часовой стрелке крутится частица или против часовой. Вот смотрите, электрончик, вот он, электрончик, он против часовой стрелки крутится, а эта наша частица крутится по часовой стрелке. Таким образом, это плюс, а это минус. еще на правый кадр обращу внимание, вот здесь вот есть вот такая вот частица, вот она идет, идет, вот тоже остановилась и распалась, якобы распалась из лучих электронов. Это как раз мюон, то есть мюон идентифицируется визуально вот по этой характерной топологии, что он сначала релятивистский, потом становится черным с большой ионизацией и, наконец, останавливается и распадается обязательно на релятивистскую частицу, то есть на электрон. Так что вот мюоны мы визуально определяем, визуально назначаем им их предназначение. Мюмизон говорим, ага, вот это мюмизон. Так, где-то здесь еще один мюмизон, вот еще один, вот еще один мюон, он опять бежит, 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 остановился и распался на электрон. Вот этот электрончик особенно хорошо виден. Так, теперь идем дальше. Да, очень важно сказать, что таких вот аномальных событий, когда одна частица, как я сейчас скажу, имеет повышенную массу, а именно 8 м, их мало. Это одна на тысячу таких пар. вот у нас есть пара, вот взглянем на правый рисунок, тут какую-нибудь пару сейчас выберем, какую бы тут пару взять, ну вот парочка, вот какая-то парочка, вот какая-то, вот хорошая парочка, вот она, вот одна частица позитрон, а вот электрон, то есть и вот таких, вот еще одна парочка, тоже плюс-минус электрон, позитрон, и вот на тысячу таких пар только одна имеет аномальную компоненту. Поэтому это очень важный момент, потому что я вам перечислил там 8 работ, где предыдущие наши коллеги пытались тоже найти нечто подобное, но не нашли, и я лично им, во-первых, конечно, сочувствую, хорошо бы, если бы они это нашли еще 25 лет назад, но они не нашли, а теперь мне ясно почему, потому что это редкое событие, это нужно, вот я просмотрел в начале, когда я побежал туда в фильме хранилище, я просмотрел за 2 года 7 тысяч кадров, и только, ну и сделал соответствующую математику, и только после этого началась, так сказать, настоящая работа. еще важный психологический момент, значит, камера облучалась в 60-х, 70-х годах, конечно, очень большой коллектив из примерно 150 сотрудников работал с этим изображением, они искали здесь вот странные частицы, гипероны, камезоны изучали, то есть та физика 60-х, 70-х процветала на этом материале, и большие коллективы работали на таких камерах, за границей таких камер было тоже много, серпуха на ускорителе 72 или 3 камеры такого сорта работали, и когда я сейчас говорю с одним из уважаемых коллег, я говорю, ну вы что, видели такие вот события? да, мы видели вот такое вот событие, оно нас удивило, но мы не стали им заниматься, потому что перед нами стояли более важные задачи. Ну вот это очень интересно, это некая поддержка того, что мы сейчас делаем, хотя нас сейчас критикуют, как я скажу, но вот издалека, из тех 60-х годов идет поддержка того, что наши коллеги, которые работали 40 лет назад, коснулись этой проблемы, но не увлеклись. А здесь эти события, которые я вам показал, показаны в увеличенном масштабе, вот тут характерный размер в объеме камеры, вы видите, 10 сантиметров, и вот такая пара, еще раз, вот вы, Валерий Николаевич, спросили, вот здесь более ясно видно, что гамма-квант превращается в две заряженные частицы, минус-плюс, одна уходит, и мы про нее ничего не можем сказать, кроме импуса, другая останавливается, и про нее мы можем сказать много. Валерий Николаевич, а вот вы на предыдущем слайде очень важно говорили о том, почему другие не обнаружили, вот на этом, да, почему другие не обнаружили, уже, наверное, не 40, а, может быть, даже больше лет тому назад. Вопрос, я его хотел задать в конце, но задам сейчас. энергия первичного пучка играет роль в нахождении вот этих или нет? Я считаю, что нет вплоть до энергии 1 ГФ, что ниже, я не знаю, рождаются ли такие частицы при энергии ниже 1 ГФ, это я сказать не могу, потому что мы же не знаем динамику этого процесса или его природу, а вот при энергии 10 ГФ, как мы видим, вот таких частиц наборовоз достаточно много. вот те вот, это вот это важно, вот смотрите, вы же упоминали в видении о том, что там были ну, 300 МФ, например, кучки, но так это же, извините, это не 10 ГФ, вот может быть, это не дало им возможности увидеть Валерий Николаевич, вы совершенно правы, этого мы исключить не можем, почему при 300 МФ такие события не обнаружены, мы не знаем, то ли просто не нашли недостаточно тщательно работали, то ли их нет, но так как частица имеет массу 8 МФ, вроде бы по кинематике она должна появляться. Должна, но почему-то не появлялась. Спасибо, вы важное замечание дали, спасибо, продолжаем. Продолжаем, и так вот смотрим на эти частицы в увеличенном размере, вот обращаю внимание вот на этот любопытный пример, здесь отрицательная частица, которая крутится против часовой стрелки, и она останавливается, она такая же характерная, вначале она почти реликвидистская, потом становится черной, то есть замедляется, получает высокую, производит высокую ионизацию, и вот что с ней случается, мы считаем, что она остановилась и распалась, излучив электрон, явный электрон, потому что вот вы видите, он здесь вот реликвидский, отдельные пузыречки видны, так что это явный электрон, отрицательный, вот он закручивается против часовой стрелки, и имеет энергии около двух мэр. Вот Ковач, кстати, смотрел на эту фотографию, как вы рассказывали, там два-три года назад, и решил, что здесь вот есть две частицы, одна имеет массу, три мэвэ дошла до этой точки, вот до этой точки, а потом распалась уже на обычный электрон, одно это не три мэвэ, а три электрона, то есть полтора мэвэ. Или полтора мэвэ, да. Ну, вот еще эту вот частицу такую штуку видели, здесь распада нет, чувствительность камеры около 30 миллисекунд, то есть поршень создает расширение пропана жидкого, который находится близко к точке кипения, и за эти 30 миллисекунд пропан чувствителен к инвестиционным излучением, то есть частица, производя пары ионов, становится видимой, но в течение 30 миллисекунд дальше жидкость вскипала бы, и чтобы этого не происходило, чтобы не портить режим камеры, поршень опять захлопывает камеру до уровня, когда она не кипит и становится ниже точки кипения и ждет следующего входа пучка. Так вот, отсюда мы делаем вывод, что так как мы видим примерно в половине или больше, или в 60% случаев видим нечто в виде распада, то мы говорим, что наши искомые частицы нестабильны, и время ее жизни порядка 30 миллисекунд. очень важное заключение по людям. Но это я не буду обсуждать тут некие детали. Владимир Алексеевич, предыдущий слайд еще раз дайте, это суперважный предыдущий, еще предыдущий, где траектория, вот этот, очень важная оценка времени, вот смотрите, правильно ли можно сказать, что электрон почти вечно живет, наверное, миллион там наверное 10 минус 3, сколько у него там время жизни? А, 10 минус 6, да? 2 микросекунды. Ну да, 2 микросекунды, 10 минус 6 порядок, а вот у вашей частички наверное где-то 100 микросекунд, то есть где-то на 2 порядка больше, правильно, да? Да, правильно. Вот вы, Валерий Николаевич, затронули интригующий, весьма интригующий вопрос, я понимаю, почему вы его затронули, потому что, как мы знаем, в 70-е годы на ускорителе в протвино на 70-е годы машине группа работала, пытаясь мюмизон использовать как частицу, которая экранирует электрическое поле дейтрона и 2 диэтрона сливаются в гелий-4, то есть идет холодная термоядерная реакция под управлением мю-Она. Но, к сожалению, таких частиц мю-Он, данный мю-Он может, таких событий может произвести не более двух в среднем, потому что 2 микросекунды вот это слишком короткое время его жизни, он исчезает и практического значения это не имеет. А вот если частица живет в тысячу раз больше, то, может быть, возникает соблазн считать, что ее можно использовать опять в качестве медиатора термоядерной реакции, холодной термоядерной реакции. Может быть, но для этого надо считать это дело. Сейчас есть все данные, чтобы это посчитать и ответить на этот вопрос да или нет. То есть, во-первых, какой радиус этого нового атома будет? Будет ли он достаточно мал, чтобы, скажем, диэтрон с диэтроном соединились в гели? И, во-вторых, вот эти 30 миллисекунд будет ли достаточно, чтобы цепная реакция шла таким каскадным образом достаточно длительное время? Идем дальше. Да, идем дальше. Итак, что же дальше происходит? Значит, трек оцифровывается, и на нем измеряются координаты 40 точек. Вот то, что мы сейчас смотрели, это, значит, в трехмерном пространстве треки мы смотрели, теперь надо их оцифровать. То есть, мышкой ставим точку на треке, нажимаем мышку и соответствующая математика запоминают координаты этой точки и так далее. Вот таких 40 точек примерно, там 20-40 точек мы ставим на каждом треке, и после чего применяется математика, в которой я сейчас перейду, и определяется радиус кривизны в каждом интервале трека. И в каждом интервале трека мы измеряем остаточный пробег от данной точки до конца, и следовательно, опять-таки, сейчас будет сказано, определяем энергию. Зная энергию и импульс, вот этот вот импульс по радиусу кривизны, вот этот импульс, который связан с радиусом кривизны и с известным магнитным полем, конечно, магнитное поле задает соотношение между импульсом и кривизной, ну и какой-то коэффициент, который зависит от выбора системы единиц. Ну еще зависит от глубинного угла, что эстректа идет не обязательно в плоскости камеры и не обязательно перпендикулярно магнитному полю, он идет с некоторым наклоном, о котором я говорил или нет, что мы должны отбирать треки, у которого глубинный угол не превышает 40 градусов, потому что мы тогда начинаем неправильно оценивать ионизацию. Ну ладно, это некоторая такая деталь. Итак, масса частиц m вычисляется в каждой точке траектории путем решения уравнения. Вот это классическая форма связи кинетической энергии t с импульсом p и массой m. Ну вот это классическая форма для полной энергии, от полной энергии, от полной энергии. Ну то нужно добавить, Владимир Алексеевич, что здесь в такой системе координации, где h и c единицы равно. Ну h здесь вообще не участвует, а c действительно мы всегда полагаем равным единице, и тем самым у нас импульс и энергия измеряются в одних и тех же единицах. Вот мы к этому привыкли, нам это удобно, чтобы не иметь дело с лишними константами и так далее. Никто этого не запрещает делать. Итак, вот эта формула вот таким вот образом будет. Если бы я ее писал классическим образом, я бы здесь поставил c в четвертой степени, здесь c в квадрате, то есть здесь c в четвертой, здесь c в квадрате, и здесь тоже c в квадрате, mc квадрат. Ну, это пропущено, не нужно. Зато теперь я знаю, что импульс я измеряю в тех же единицах, что и энергии, то есть в электрон вольтах. Вот здесь кинетическая энергия определяется по пробегу. По пробегу определяем кинетическую энергию а именно вот есть такая полуэмпирическая формула, которая связывает пробег L как функцию кинетической энергии массы в зависимости от кинетической энергии массы. Эта формула хорошо проверена, что она работает. Вот тут константу c надо чуть-чуть подправить, потому что у тяжелых частиц немножечко другая константа, но это несущественная деталь. Вот этот коэффициент c2 учитывает релятивистский рост и неонизация. Тоже на самом деле не очень существенно, но для строгости вот он есть. Итак, имея импульс померенной по кривизне и имея энергию вычисленную или вычисляемую, определяемую по этой массе, по этой формуле, мы идентифицируем массу. и что мы имеем? Вот эта траектория, на которой я говорил, там от 20 до 30 точек померено, человек сидит и мышкой вот так мышку ставит сюда, потом сюда, 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 нажимает на мышку, на фотографии, и соответствующая математика, программа определяет координаты этих точек, а соответствующая программа определяет координаты в пространстве. А потом мы этот трек разбиваем на участки, вот здесь один участок, второй участок, третий, четвертый. В каждом участке здесь появилось, получилось по пяти измеренных точек, и в каждой точке мы определяем радиус кривизны, и вот он радиус в сантиметрах померен, получился математически, а здесь пробег частицы тоже в сантиметрах, вот здесь самая последняя точка отстоит от конца на 70 метров. И массу вычислили вот по этому алгоритму, который я рассказал, вот получилось в каждой точке определение массы, и мы видим, что она получилась 7,8 мега что ли, в среднем. Вот одна точка выпала почему-то. Таким образом произошла идентификация. Да, кстати, вот здесь снизу масса частицы указана 7,7 мега, это вот этот уровень. Это средняя масса по всем измеренным точкам. Ну и все остальное я тоже. Да, вот еще глубинный угол. Косинус глубинного угла, вы видите, он около 0,96, то есть это довольно плоская траектория. но все-таки мы учитываем, что это не единичка, 0,96, 0,94, так что это учитывается при вычислении импульсов. Идем дальше. Набрав глазами электроны, промоделировав траектории электронов математическим образом по программе ЖАНТ-4 мы измерили массы электронов, которые были отобраны на камере и которые были моделированы, вот здесь моделированные электроны, а здесь намеренные эмпирические электроны, вернее позитроны. И мы видим, что мы получили массу близкую к тому, что хотелось бы 0,5 мега, но затянут хвост в сторону до 1,5 мега. Это естественная вещь получилась из-за рассеяния на пропаде. Или из-за того, что если это позитрон, вот здесь позитрон, он даже дальше продвинулся, до 2,5 мега массу выдает, потому что он анниилирует на электроне и мы не видим реального конца траектории, считаем, что мы видим всю траекторию, а мы только видим ее часть, и поэтому ошибаемся в определении массы и получаем ее завышенной. Но, как сейчас будет сказано дальше, это не влияет на наш конечный результат. Вот еще раз, электроны и позитроны вместе. Итак, проверка алгоритма определения массы частиц. в спектре массы электронов и позитронов наблюдается область вот в такой-то области, я объясню. А вот, да, это вот еще раз, как выглядит визуально. Откуда мы считаем, что мы знаем, что это электроны? Мы их визуально определяем. Визуально берем на себя смелость сказать, что вот это вот электрон, потому что все другие частицы не имеют вот такой сложной траектории с многими петлями. Это только легкая частица с малым импульсом, вот так вот выглядит в объеме камеры вот 4 сантиметра. Так что электроны и позитроны мы отбираем визуально, но потом мы получаем массу, которая вполне согласуется с тем, что должно быть. Так что здесь никакой такой подстановки, подвоха нет. Идем дальше. мюон. Вот нашли в камере мюоны, я вам показал, как они выглядят в камере, как мы их тоже визуально определяем по распаду и по их топологии. Сначала они реликтивистские, потом черные, потом распались. И вот таких мюонов мы вот набрали здесь два десятка примерно, вот в последней точке их 8 событий. И они дали великолепную массу 105 мм. Так что проверка алгоритма в данном случае прошла правильно. А вот еще пемизоны. Пемизоны мы тоже визуально определяем по их топологии. Точно так же идет частица, она более черная, чем мюон, потому что она тяжелее останавливается, распадается на мюон, а мюон в свою очередь распадается на электрон. Так что это знаменитый такой пи-мю-е распад называется в наших мы когда идем и спрашиваем девочку сидящей за столом внутрь нашла? Да, конечно, вот пи-мю-е пи-мю-е так что пи-мизон мы хорошо находим визуально, но потом смотрите, потом масса его определяется очень хорошо. А вот что вот это фон такой? Фон это опять возникает из-за того, что часть по-видимому этих пи-мизонов потеряла конец из-за ядерного взаимодействия еще из-за радиационных потерь допустим и мы тоже ошибаемся в определении массы но фон невелик. А вот теперь мы на этот пик смотрим в увеличенном масштабе и вот мы как его видим мы видим что эти 140 мэ для пи-мизона великолепно воспроизвелись то есть проверка алгоритма успешно выполнена теперь мы также разработали способ определения ионизации не на глаз а количественно для этого вот оцифрованные стереоснимки стереопроекции дают доступ к отдельным пикселям изображения пиксель это примерно там наверное около 20 микрон размером на экране квадратик и программа дает прозрачность этого пикселя так что имея количественную оценку прозрачности мы определяем ионизацию вот она точки измеренные эмпирически вот таким образом математическим полуматематическим образом а вот это расчетная ионизация ну здесь отнормирована на асимптотическую величину единичка то есть ожидания и наблюдения хорошо совпали а эта частица имеет массу 7,5 м то есть она ранее идентифицирована критерии отбора как же мы эти 47 вот эти 47 событий получили обнаружен 47 в которых остановившись частиц удаляется следующим критерием в конце трека 3-4 сантиметра от последней видимой точки частица проявляет повышенную ионизацию но это вот мы говорили глубинный угол не превышает 40 градусов чтобы не ошибаться в ионизации потому что если частица идет вглубь то она вся черная просто и пузырьки сливаются из-за проективной геометрии на конце трека повышенного нет повышенного многократного рассеяния я показывал вам электрон который закручивается и рассеивается вот эта частица с массой в 16 раз больше чем масса электрона она этого не проявляет и не должна проявляться так что это есть критерий и наконец радиус критерия на конечном участке траектории заметно больше чем у остановившегося электрона и наконец результат вот намерев отобрав 47 событий вот эти вот результат зарегистрировано 47 событий и в каждом из этих 47 событий померено и вычислено масса и отложено по оси абсцисс получено спектр массы вот он красная гистограмма спектр массы этих 47 событий с чем его сравнить его сравнить вот с этой математически полученной моделированием ожидаемой ожидаемым спектром массы взята масса в данном случае по-моему 9 мэ что ли и проведено математическое моделирование траектории этой частицы потом по траектории для всех этих частиц вот их тут 600 штук в максимуме померена масса как я рассказал и получен спектр ну вот естественно около 8-9 мэ как и было заложено и эта картинка которую я только что показал перерисована перерисована вот сюда мы видим что моделирование достаточно хорошо совпало с экспериментом с наблюдениями правда есть некоторые вот тут не очень понятные отличия я лично даже подозреваю что здесь есть неизвестная частица еще одна более легкая около 4 мэ 4 мэ но это совершенно в скобках ну короче все равно совпадение ожидаемого расчета с экспериментом достаточно удовлетворительное а вот это вот электроны и позитроны которые я вам тоже показывал вот их перерисовали сюда отнормировав наши частицы и что здесь важно отметить что фон других частиц равен практически нулю по крайней мере здесь вот мы ничего не видим и электроны с нашим пиком не пересекаются таким образом то что красная кривая представляется есть результат результат который говорит что найдена частица или получена убедительное свидетельство в существовании частицы с массой около вот столько 8,6 плюс-минус 33 мэ это вот ширина этой кривой примерно важный момент вот этот Z-бозон который осуществляет электрослабое взаимодействие его очень тщательно изучили в Церне построили его распределение по массе то есть он нестабильная частица поэтому он не имеет определенной массы но масса разбросана в некотором диапазоне вот здесь он показан я не знаю вот так вот сделан вот вы видите что это около 90 91 сколько тут не указано но 91 г масса этой Z-0 частицы которая осуществляет электрослабое взаимодействие профитирована эта кривая массового распределения Z-бозона с предположения сколько же нейтрина дает вклад в ширину этого резонанса чем больше нейтральных частиц гамма квантов и нейтрина тем шире будет кривая поэтому удалось математически доказать что нейтрина не 2 не 4 в природе а вот столько 2,98 вот эта вот кривая вот она фитированная кривая с количеством нейтрина 2,98 плюс минус 1 этот факт для нас в частности тоже важно что число нейтрина в природе вот таких нейтрина легких там может быть какие-то супертяжелые нейтрины есть но мы о них ничего не знаем и узнаем мне тоже неизвестно так вот их этих легких нейтрина с которыми мы сейчас активно и много физики работают их 3 и только 3 и вот это для нас важное сообщение а именно имеется ввиду Владимир Алексеевич имеется ввиду не количество а ароматов число ароматов типа нейтрина типа пардон правильно вы правильно заметили извините типов нейтрина в природе 3 вот и почему это сейчас важно отметить потому что мы нашли вот такие события смотрите когда таких событий у нас штук 5 на вот эти 97 где обе частицы остановились в объеме камеры вот это положительная частица крутится по часовой стрелке она имеет повышенную инвестицию то есть это наша а плюс частица аномалон плюс а вот это вот и он дает правильную массу а это отрицательная против часовой это электрон классический электрон пошевелите курсором курсор плохо виден вот это вот электрон ок вы сейчас правую картинку показываем вот это электрон а вот это плюс аномалон то есть то что мы называем аномалон и он имеет массу 9 аномальная частица аномальная частица Что в этой картинке замечательно нового? Что мы имеем две идентифицированные частицы, рождённые якобы гамма-квантом, который пришёл вот в эту точку и конвертировал на ядрах пропана эту пару заряженную. Вы видите мой курсор? Да, да, виден, виден. Вот. Чем это замечательно? Теперь мы можем сказать, а, этот наш аномалон имеет квантовое число, лептонное квантовое число электрона с противоположным знаком. То есть вот гамма-квант родил электрон и лептон или что-то, какую-то частицу, которую мы называем А, допустим. И мы можем теперь сказать, что по закону сохранения лептонного числа гамма-квант имеет нулевое лептонное число, он не лептон, значит, он родил две частицы. По закону сохранения этого квантового числа, квантовое число этой частицы должно иметь противоположный знак, чем квантовое число у электрона. Важный вывод. Жаль, но это не тот лептон, который бы мы хотели найти и поставить его в ряд с тремя известными заряженными лептонами – электроном, мионом и тауоном. Это не то, потому что нейтрин – это всего три. А если бы мы принесли на блюдечке общественности, положили бы вот эту вот частицу и сказали, вот вам еще один лептон. Нам бы сразу сказали, нет, ребята, вы четвертый лептон нам даете? Нет, не проходит. Четвертого лептона нам не нужно. У него он идет со своим нейтрино, а нейтрино только три. Три и только три. Это мы железно теперь знаем. Поэтому вот что это такое? Поэтому я здесь делаю вывод. Аномалон А должен иметь квантовые числа электронов с противоволожным знаком. А в остальном природа этой частицы А неизвестна. То есть это какой-то лептон, но только не тот, который становится в ряд с известными тремя лептонами. Это что-то другое. Но вот по секрету вам скажу, только, пожалуйста, не ругайте меня и не принимайте это всерьез. Когда я обсуждал с одним уважаемым человеком вот все эти наши вещи, он сказал, ой, дорогие мои коллеги, вы сделали великое открытие. Вы открыли бозон Хиггса. Я открыл рот и замолчал. И с тех пор и этот человек, и я молчим, но это мог бы быть дублет Хиггсов плюс-минус. Вот такая частица плюс, такая частица минус. И в теории эти дублеты Хиггса очень нужны. И они всеми теоретиками проповедуются. Но только бозон Хиггса имеет массу 125 ГФ, а мы-то 8 МФ. Как это сочетать? Неизвестно. Поэтому мы молчим. Так что какие-то потомки пусть разберутся, что это за частица. Во-первых, конечно, в этот момент я подхожу, наконец, наверное, к заключительной части моего доклада. Да, похоже, что заключительная часть. Что вот нас не признали. Было всего 3 плюс 3, 6, 8 рецензентов было. Сначала мы подали эту публикацию в ядерную физику. Там было 3 рецензента, которые все хором дали отрицательный отзыв. Потом мы подали в нашу дирекцию 3 рецензента, которые хором дали отрицательные отзывы. Сказали, что мы говорим, почему вы укажите пальчиком на ошибку. Мы не знаем, где у вас ошибка. Ищите сами вашу ошибку. Но этого не может быть. Почему же не может быть? А потому что эта частица никуда не клеится. Ни в какую систематику ее не клеить. Опять-таки в скобках замечаю. А может быть, это Базон Хиггса. Но мы, конечно, этого не сказали. И пока что не скажем. И поэтому девать ее некуда. И поэтому все говорят, молчите, не позорьте себя и нас. Вот буквально мне очень уважаемый человек после моего доклада отвел меня в угол и сказал, молчи, не позорь себя и нас. Так что она не признана. И только после моих ходатайств, уговоров, наконец, наша дирекция разрешила опубликовать притринт, который я вам и докладываю. Так что я вам докладываю официальную информацию. Но вот она такая. Итак, заключение. Анализируются события. Ну, я сейчас не буду тогда. Вот назову только то, что мы нашли. Данное исследование указывает на существование ранее неизвестной частицы с массой 8,6 плюс-минус 3 мэва. Ну и дальше тут всякие вещи. Значит, а теперь, Валерий Николаевич, значит, вы меня просили еще одну тему затронуть. Это масса нейтрина. Действительно, эта тема имеет отношение, какое-то касательство к тому, что я только что рассказал. А именно, значит, масса нейтрина, их известно, что их три типа этих нейтрина, три аромата, как говорят. Это электронная, мио-онная и тау-онная нейтрина. И они ведут себя очень сложным образом. Если родилась электронная нейтрина, через некоторое время, через 100 километров путешествия в коре земного шара или по вакууму, оно превращается в мио-онная нейтрина, а потом в тау-онная нейтрина, а потом обратно. Вот эти процессы, которые называются осцилляция нейтрина, были осознаны где-то в конце 50-х годов. Бруно Пантекорова был пионером в этой области. И сейчас, наконец, эти осцилляции достаточно подробно изучены и продолжают активно изучаться, накапливаться статистика. И что же получили? Получили, что масса нейтрина вот таким вот образом, масса второго нейтрина и масса первого нейтрина в квадратах дают величину, которая экспериментально измерена. Вот дельта. Это вот по топологии осцилляции эти цифры получены. Но сами массы не получены. Мы имеем два уравнения с тринья неизвестными. Поэтому я говорю, а, неизвестно. Как же неизвестно, когда у нас есть вот эта формула, где мы массу выражаем через какое-то там гипотетическое квантовое или неквантовое число и параметр наклона. Так что давайте еще раз применим эту формулу, только теперь уже не для заряженных лептонов, а связанных с ними в одну, так сказать, пионерскую группу нейтрина. Потому что каждому лептону соответствует свое нейтрино. То есть это такое тесно связанное семейство. Поэтому естественная мысль применить ту же самую формулу для нейтрина. Применяем тогда n равно нулю. Получаем массу, первую массу. И определяем, что это первая масса, вот это дает этот коэффициент c, вот он m1. Да, извините, я, конечно, не сказал очень важную, очень важную вещь, что сейчас мы говорим о стационарных состояниях осциллирующих нейтрино. То есть вот эти три массы – это стационарное состояние трех связанных маятников. То есть три нейтрино, которые переходят друг к другу в вакууме, по мере того, как они путешествуют по Вселенной, представляются в виде трех связанных маятников. Стационарная масса у этих трех маятников, вот обозначаем цифрами m1, m2, m3. Эти массы, как я сказал, очень вожделенно учатся, но остаются пока неизвестными, потому что имеем два уравнения с тремя неизвестными. Добавляем вот эту формулу, получаем еще два уравнения, получаем четыре уравнения с четырьмя неизвестными. Три неизвестные массы и b-параметр. И решение. Вот решение, очень хорошенькое, такие хорошенькие массы, которые все ожидали, получились. Вот они даны, ожидали, но не знали. И еще один очень положительный фактор, то, что… Владимир Владимирович, вот озвучьте, пожалуйста, m1 равняется 2,7 плюс-минус 1,4. Вот эти величины озвучьте, пожалуйста. Да, пожалуйста. Значит, вот эти искомые массы, которые никто не получал, кроме нас, это впервые в мире, и нигде они не опубликованы, и нигде они не сообщены. Нет, хотя на семинаре я сообщал, но это не признано. Итак, масса первого стационарного состояния равняется 2,7 умноженной на 10 минус четвертой степени электрон-вольт. Второе стационарное состояние – 8,6 на 10 минус третий электрон-вольт. И третье стационарное состояние – 5 на 10 минус 2 электрон-вольт. Теперь я еще раз подчеркиваю, что вот для заряженных лептонов наклон, параметр наклона B равен, у нас был 2,6, а здесь он получился 1,7. И вот это меня, так сказать, радует, потому что массы заряженных лептонов простираются на 5 почти порядков величины – от 0,2 до 1700 мг. А масса нейтрина простираются в пределах сотой доли электрон-вольта. И тем не менее для таких очень разных групп частиц получились одинаковые параметры, ну, близкие параметры наклона. То есть это значит, что, по-видимому, предполагать, что вот эта формула одинаково хороша для заряженных лептонов и для нейтральных лептонов нейтрина, по-видимому, в какой-то мере оправдана. Можно этого не стыдиться. Ну, а еще тут отмечу, что эти массы, вот что они сейчас известны из астрофизики, что сумма масс этих трех стационарных состояний меньше 0,2 электрон-вольта. Ну, это прекрасно с этим согласуется. Итак, заключение. Извините, я сильно перешел мое, наверное, время, меня будете обсуждать. Уровень физики определяет уровень понимания всего окружающего нас мира, определяет уровень интеллектуальной зрелизации человека. Академик Окунь, ну, подбадривает нас. Теперь человечество движется хотя бы частично тремя силами – наукой, религией и философией. Но все эти три животных тянут эту повозку в разные стороны. И, наконец, путь цивилизации вот можно изобразить таким образом. Конечно, мы все хотим кушать и пить. И поэтому материальные интересы у нас велики, важны. И вот они изображены здесь как нечто, загруженное в повозку, которое тянет кто? Интеллектуальные, интеллекты и духовные устремления человека тянут эту телегу. После того, как движение все-таки осуществляется, появляются знания, технологии, расширенный взгляд на мир. И, наконец, появляются траектории, по которым, предположительно, можно двигаться дальше. Так что вот это пусть человечества. И мы к формированию этого пути имеем с вами, коллеги дорогие, прямое отношение. Хотя, вроде бы, мы занимаемся фундаментальной наукой, но вы видите, что путь человечества – это нечто единое. Конец. Спасибо. Спасибо, Владимир Алексеевич. Друзья, пожалуйста, вопросы. Вот я вопросов не вижу пока. Поднимайте, пожалуйста, руки и давайте зададим вопросы. Я напомню, что я уже два вопроса задавал по ходу. Поэтому я помолчу со своими вопросами. Может быть, у вас, у кого-то какие-то вопросы возникли. Да, вот начали подниматься руки. Чистолинов Андрей, пожалуйста, ваш вопрос. Прошу прощения, я без камеры, не работает у меня почему-то. Вопрос у меня такой. Во-первых, большое спасибо за доклад, Владимир Алексеевич. Очень, очень интересно. Спасибо вам. Вот, обзор просто замечательный. А у меня два вопроса к вам. Первый вопрос. А вот не могла ли у вас быть ошибка, связанная с измерением длины вот этого трека? Потому что, ну, там по самым разным причинам, насколько я понимаю, вот эта длина трека может уменьшаться, например, за счет распада, взаимодействия, ну, там может быть, сильных взаимодействий каких-то с частицами мишени. Вот, ну, вот или еще по каким-то причинам. И, в частности, вот вы, когда говорили о пионах, там были как раз вот, ну, вот такие… Вот они. Да, да, вот этот вот график, где вот много вот таких вот более мелких пиков, вот, я так понимаю, связанных именно с этими ошибками. Да, это правильно. Вы задали совершенно правильный вопрос. Этот вопрос есть, и мы на него отвечаем. Вот смотрите, вот пик пионов, где этого не случилось, слава богу, о чем вы говорите. Конец не потерян. Еще что-то сильного рассеяния не произошло. А вот где оно произошло, вот это разбросано по очень широкому диапазону массы, как вы видите, до одного гэла, по крайней мере. И вот я обратил внимание, что и более мелкие массы вот здесь вот есть, вот слева. И слева вот есть тоже какие-то массы в районе, там, 20-30-50 мэр. Да, вот есть единички, единички по сравнению вот с тем, что здесь у нас, я не помню, 8 плюс, ну, около 25 частиц. Но вы не думаете, что вот те частицы, которые вы наблюдаете, это могут быть вот как раз пионы вот с таким коротким и укороченным, скажем, треком? Да, вот ответ на этот вопрос, опять-таки, спасибо, вы все правильно заметили. Ответ дает вот этот график, где мы вот красная кривая, это массовое распределение тех частиц, которые мы называем вот таким предварительным открытием. Ну, вы видите, что на пиамизонах там мы видели, эти отдельные события лежат до одного гэла. А здесь мы обрываемся на массе, ну, вот 14 мэр. С этой стороны тоже электроны, которые тоже подвержены тому, что вы говорите, но их спектр вот обрывается на массе 2,5 мэра. А просто, да, опасения с чем связаны? С тем, что пионов-то много, а как бы вот, я так понимаю, что их гораздо больше, чем вот тех частиц, которые наблюдается. И поэтому вот, если вот небольшая часть пионов будет иметь укороченные треки по каким-то причинам, вы их можете спутать со своими частицами. Ну, вот насколько мы их путаем, действительно, мы можем их спутать, и насколько мы их путаем, показывает вот этот уровень фона. Его нету. Вот то, что я показал, давайте еще раз посмотрим на этот уровень фона. Ага, сейчас. Вот он. Вы видите, здесь единички, единички. Причем разбросаны до одного гэва, в то время как мы находимся на восьми мэвах. Поэтому этот вклад очень мал, просто он пренебрежен. Понятно. И второй вопрос связан с тем, как вы все-таки определяете время жизни вашей частицы. Я, честно говоря, не очень понял. Да, тоже вполне понятный хороший вопрос. Значит, я еще раз повторю, что камера, как она работает? Значит, пропан поддерживается при температуре около там, по-моему, 60 градусов, близко к точке кипения. Когда ускоритель готов дать пучок, который длится, по-моему, около 10 микросекунд, это импульс, это называется быстрый сброс. Когда этот пучок поступает в камеру, поршень уходит вниз, расширяет этот пропан, который находится близко к критической точке, и камера готова вскипеть. И частицы, которые образуют заряженные ионы, на этих заряженных ионах образуются пузырьки. И этот процесс длится 30 миллисекунд. Вот так устроена камера. Да, 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 да. Ну, я сразу перебью. Но так вот, из этого следует, что эта частица, она образует трек быстрее, чем вот эти характерные, там, сколько-то, 20 миллисекунд. Быстрее. Быстрее, значит, ее время жизни может быть меньше. Вы правы. То, что мы видим из наших 47 частиц, мы видим распадающихся там меньше половины или около половины, а остальные не распадаются. Вот если бы мы вообще распадов не видели, то тогда вы были бы абсолютно правы и сказали, что вы не можете определить время жизни. Оно существенно меньше этих 30 миллисекунд. Но так как все-таки за 30 миллисекунд часть частиц успела распасть, и мы это наблюдаем, то мы говорим, что, ну, вот порядка 30. Спасибо. Спасибо, Андрей. Хорошие вопросы проясняющие. Андрош, ваш вопрос. Андрош, попробуй по-русски, пожалуйста. Хорошо. Спасибо за очень интересный доклад. У меня вопрос про слайд, который перепрыгнули, где распад позитивного аномалона, как вы его называете. Да, вот этот. Да, вот этот. Сейчас опять, да, здесь видно внизу на правой стороне, вот там видно, что останавливается аномалон, потом распадывается на какую-то частицу, которая тоже позитивная, по часовой. А потом, как будто идет опять разряд, но потом уже в другую сторону, как будто отрицательный заряд. Это как вы объясняете? Да, вот это как вы объясняете, что как будто здесь заряд меняется с позитивного. Да, и сначала, видите, когда распадает, сначала позитивный заряд, а потом уже в конце отрицательный. Да, значит, вот у нас есть отрицательная частица, которая более-менее однозначно распалась на электрон, на отрицательный электрон. У нас есть такие же события, когда положительная частица точно так же распалась на положительную частицу, которую мы признаем за позитрон. Но вот, к сожалению, я не поместил эту картинку почему-то, жаль, а поместил вот эту картинку, которая довольно такая провокационная, потому что действительно положительная частица превратилась в положительную частицу. Так что можно думать, что она рассеялась. Просто вот ядро отдачи появилось, допустим, сама она рассеялась назад, пробежала некоторый путь, а здесь она рассеялась на электроне. Да. Родила электроны. Вот таким образом можно. Ну, для меня это потому интересно, потому что здесь как будто опять видно, что это средняя частица, которую я ищу. Но это было странно, что потом рождается электрон, а не позитрон в конце. А, я понял действительно ваш вопрос, что вот нужно искать вашу частицу 3 мева, да? Да, ну, полтора мева, да. Да, и то, что полтора мева, вот в этой точке вы говорите, что это был ваш электрон, а это наш электрон или общий электрон. Да, действительно, вот Андрос, правильно? Андрос, я вас правильно приглашу? Да, правильно, да. Андрос, значит, у нас есть несколько вот таких вот, здесь я показываю только один... одно событие, и вот это какое-то туманное событие, но я вам пришлю еще несколько таких событий, и вы на них внимательно посмотрите, так что вопрос о возможном поиске вашего электрона на наших изображениях, он остается. Хорошо, спасибо. Будет очень интересно, я буду ждать эти картины. Да, да, хорошо, я вам пришлю. Объяснение, насколько я понял, состоит в том, что это не распад, а это рассеяние. Каждый раз вот отдача получилась сначала и в конце на электрон, видимо в этом. Да, вот это вот положительная частица, мне не нужно было бы ее приводить, но, может быть, и нужно, пусть будет. Нет, нет, это хорошо, это все нужно приводить, ничего не надо заметать под ковер, как делают начальники обычно, это правильно. Вы правы, вы правы, так что, может быть, это и правильно я сделал, что показал эту сложную, проблематичную картинку. Спасибо. Геннадий Савинков, пожалуйста, ваш вопрос. Владимир Васильевич, спасибо за доклад. У меня к вам такой вопрос. У вас в начале вашего доклада был там график от электрона 0,511, потом ваша на Малон, потом Мион 207 МФ и там Тауэлептон где-то. Вот это, да? Да, да, 1700, да. Ну вот между ними есть же еще 938 МФ протон. Почему вы не считаете, что там не должно быть протона? Ну, потому что это лептоны, это совершенно другое семейство. Я понимаю, они все состоят из одной и той же материи, очевидно, да? Лептоны должны состоять из одной и той же материи. Но, правда, понимаете, не совсем нужно заметить, что у этих лептонов разные лептонные числа. Минуточку, у вас Тауэлептон бывает и положительный, и отрицательный. Ну, Таук положительный лептонный, протон положительный. Ну, почему у нас не получается протона на этой кривой? Потому что протон имеет барионное число, отличное от нуля, а лептон имеет барионное число, равное нулю. Так что это совершенно разные семейства, которые никак нельзя путать и совмещать. Ну, не знаю. Ну, хорошо. Вопрос другой. Скажите, а почему вы... Вопрос был изначально у Валерия Николаевича. Почему вы в мылах меряете массу? Ну, потому что положили С равное единице. Так нам удобно. Мы к этому привыкли и все. Ну, разве может энергия, которая является абстрактным понятием, быть эквивалентной... Геннадий, Геннадий, он ответил. Это работает в другой системе единиц. В другой системе. Нет, ну я вопрос задаю. Я вопрос задаю. Он ответил, он уже на него ответил. Я не докладываю. Я не говорю, я просто вопрос задаю. Разве может энергия, абстрактное понятие быть материальным, превращаться в материю? Нет, это вы задаете уже очень серьезный философский вопрос. Это не философский вопрос. Это вопрос чистоты методологии, которая применяется. Можно ли так делать? Значит, вы задаете, на самом деле, таким образом два вопроса. Вы же так делаете? Первое. Имеем ли мы право положить С равное единице? Я отвечаю. Да, мы имеем, но при этом мы всем говорим, что мы положили для данных. Для нашей работы, для нашей коротенькой жизни положить С равном единичке. При этом мы чем заплатили? Тем заплатили, что у нас импульс стал измеряться в тех же единицах, что и энергия. Это первый ответ. Второй ответ вы задаете философский. Как энергия и материя соотносятся? Ну, вот оно соотносится так, как нас научил Эйнштейн. Е равняется mc квадрат. Но это не формула Эйнштейна, это форма умово-шрама, который он... Согласен, согласен. Вот классики нам дали эту формулу. Ну, так а зачем глупости применять? Я не понял. Геннадий, Геннадий, ваш вопрос выходит за рамки нашего сегодня более. Давайте конкретно по докладу. Хорошо, по докладу. Вот ваша методика интерпретации треков ротомной камеры, значит, она вот мне чем-то напоминает гадание цыганки по руке, там линии туда, линии сюда. Она же субъективна по своей сути. Вот вы говорите, вот мы это считаем, что это электрон, это считаем, что это позитрон, или это считаем, что тут два гамма подошли, вот тут начинается расхождение где-то вот там двух линий. Вот здесь гамма-акан пришел и разошелся на две частицы. Но вот насколько это все объективно можно считать, вот вашу интерпретацию? Отвечаю. Объективно можно считать, потому что мы кроме того, что рассматриваем вот эти картинки, вот эти картинки, мы на них смотрим глазами, говорим, ах, какая красота. Мы немедленно переходим к идентификации, количественным образом, математическим образом, и находим массу уже вне зависимости от наших настроений и эмоций. Ну, как же, вы массу определяете по контрастности изображения? Нет. Вот эта частица, это мэвная, это гэвная, только потому что она чернее. Ну, так же ведь? Нет, не так. А как? Мы измеряем кривизну трека. Кривизну трека – это вне зависимости от ионизации. И ионизация для нас является лишь предварительным указанием на то, что мы нашли, вроде бы, нашли интересующую нас частицу. После этого мы ставим точку и говорим, ладно, вот будем говорить, что мы нашли. А теперь мы докажем, что мы это нашли. И мы определяем массу уже совершенно строгим математическим образом. Каким? Я вот не услышал, это строгая математическая. От кривизны зависит какая-то частица. Ненадий, вы меня простите, но это вот основы физики регистрационных методов. Ну, это метод накурившейся крутой травы физиков теоретики. Это общепризнанная трава. Отсюда вся ядерная... Давайте следующий вопрос, пожалуйста. На этот вопрос ответ дан, я считаю. Пожалуйста, следующий вопрос. Хорошо. Вы нашли 47 событий из 55 тысяч фотографий. Считаете, что это серьезно? Правильно. Вы считаете, что это серьезное доказательство того, что ваша частица существует на 55 тысяч? Наконец, вы задали тот самый вопрос, который мне задают очень мои уважаемые коллеги, директора лаборатории и другие. Вы сказали, вот буквально ваши слова, вот в точку один директор одной лаборатории мне говорит, 55 тысяч и только 47. Так выбросите их и все, в помойку. Вот такой ответ. Ответ же понятен. Он дал сегодня, что одна тысячная вероятности этого события. 55 тысяч разделить на тысячу, получится 55. Я понял, вероятность одна десятая процента, но это реально, что эта частица существует? Ну, я не знаю, куда мне, под какой ковер мне завести вот эти вот частицы? Это, Владимир Алексеевич, я считаю, ответ дан. Вами раньше в докладе был дан. Геннадий, следующий вопрос. Вот посмотрите, сейчас еще 30 секунд. Ну, вот посмотрите, вот куда эту частицу деть? Куда ее деть-то? Я не знаю. 55 или полмиллиона событий проанализировано. А куда эту деть? Ну, а на ошибки, на отклонения, на другие частицы? Не получается, потому что у нее масса 8 плюс минус 3. Не получается. Определение массы весьма сомнительно. Почему же? Тогда укажите. По кривизне вы же определяете массу. Да, вот и я определяю по кривизне. Мы методологию, мы методологию, мы методологию уже пообсуждали в предыдущих вопросах. Геннадий, последний вопрос. Нет вопросов больше. Вопросов нет. Все, спасибо, Геннадий. Один вопрос, тем не менее, был очень качественный, связанный с вероятностью. Геннадий Иванович, ваш вопрос. Алексеевич, Сева, Сева видел Гниденко, Сева. И Красникова тоже. И Красников сказал, что кто-то... Владимир Алексеевич, пожалуйста, вашу сотрудницу попросите отойти в сторону, она мешает. Я попросил уже, попросил. Она не понимает, что мы ее слышим. Просто вы к Севе подойдите, он вам расскажет. Хорошо. Спасибо, да, подойду. Красников сказал, что он, если придет ваша статья на публикацию, он ее подпишет. Владимир Алексеевич, попросите, она не понимает, что мы ее слышим. Она не понимает этого. Скажите, чтобы она ушла вообще в другую комнату. Валерий Николаевич, все, вопрос исчерпан. Спасибо, спасибо. Геннадий Иванович, ваш вопрос. Спасибо. Вот эти ваши аномальные частицы, которые вы нашли в экспериментальных треках, не говорят ли они о том, что существующую стандартную модель надо каким-то образом пересматривать? Потому что если мы не предсказываем эти треки в уравнениях, а они появляются, это не порядок самой основной теории. И теория-то феноменологическая. Вы абсолютно правы. Вы просто точно сформулировали то, что мне все долбят. Замолчите и не позорьтесь. Не говорите, что нашли. Замолчите и не позорьтесь. А я говорю, что покажите пальчиком, вашим умным пальчиком, куда деть мне эти частицы, куда я их дену. И поэтому действительно стандартная модель не включает пока что, пока никто не придумал, куда ее включить в стандартную модель. И вообще можно ли. Ну вот один очень такой уважаемый мною человек сказал, что вы нашли абсолютно новую частицу, бозон Хиггса. Но если он прав, то это фантастика. И надо сказать, что в истории науки это уже повторяется второй раз. Первый раз вы, если помните, когда наши прозевали пси-частицу, за которую получили американцы Нобелевскую премию. Просто выбросили этот всплеск на кривой. Увидели всплеск и выбросили. Американцы стали копать и получили Нобелевскую премию за открытие пси-частицы. Так что вы держитесь стойко. Ой, большое вам спасибо большое. Это почти первый человек, кроме Валерия Николаевича, который меня поддерживает. Остальные все просто не хотят больше разговаривать со мной. Ну, это очень плохо со стороны научного сообщества. Понимаете, вот все... Не культурно. Такое есть религиозное убеждение, что если вот есть стандартная модель, которая действительно объясняет огромное количество фактов. Вот мы построили весь мир частиц и скварк. Если такая модель не подходит под эту частицу, то надо эту частицу выбросить. А вот мнение Эйнштейна по поводу таких теорий, как стандартная модель, было совсем другое. Это модель, которая приспосабливается постепенно к наблюдаемым данным. Она не является фундаментальной. Ей нельзя верить до конца. Она что-то описывает, а то, что не входит в нее, придумывает новые члены и новые эксперименты за счет новых добавок к уравнениям пытается описать. Это приспособленчество, а не фундаментальное описание. Это как ботаника. Нашли бабочку, расписали, какие у нее крылья, усики там и так далее. Так что стандартная модель должна быть изменена на новую фундаментальную теорию элементарных частиц. Вы правы, вы совершенно правы, но только мне такие тоже слова произносят некоторые редкие коллеги. Но я им говорю, что если вы правы, то тогда назовите, по какому пути идти. А они молчат. Спасибо Геннадию Ивановичу за поддержку. Кстати, я хочу сказать, что я почти уверен, мы не проводили голосование, но большинство нашей аудитории, безусловно, вас поддержат. Поэтому крепитесь, конечно, но и будьте уверены, что масса людей вас поддерживает. Мы видим вашу квалификацию. Спасибо, Геннадий Иванович. Спасибо, спасибо. Саша, Александр Георгиевич Парковов, пожалуйста. Меня слышно? Хорошо тебя слышно. Я даже к нейтром работаю. Ну вот, спасибо за интересный доклад. И вы затронули тему нейтрино. Но вы работаете с нейтрином высоких энергий. А вы думали над тем, что вот о свойствах нейтрино, если их энергия будет очень маленькая, меньше одного электронного вольта, но сопоставимо с энергией покоя. Вот смотрите, что там происходит. Длина волны Дебройля становится макроскопической, большой. А длина осцилляции, наоборот, становится микроскопической. Получается так, как бы, может быть, правильно. Я понимаю, что вот это говорит о том, что вот нейтрино при очень низких энергиях будет одновременно обладать свойствами всех трех ароматов. И вообще, вот, что может быть, какие свойства, какие могут быть при столь низких энергиях? Ну, вы совершенно правы. Это переменная длина делить на энергию показывает вот то, что вы сказали, что если мы переходим к малым энергиям, то мы сокращаем диапазон длин, на которых нейтрино ведет себя вот таким осцилляющим образом. То есть это становится таким, еще раз убеждает нас, что есть у нас не три нейтрино, а есть более сложный объект, который вот, это три связанных осциллятора. Так что вы все, что вы сказали, я с вами согласен, это правильно, мне кажется. Спасибо, Александр Пархович. Спасибо вам за вопрос. Виктор Чебесов, пожалуйста, ваш вопрос. Владимир Алексеевич, спасибо за доклад. У меня вот несколько вопросов. Вот первое. Я так понял, что вы, значит, массу определяли по траекториям, и априори заряд частиц считали единицей. Да, это правильно, априори. А если, так сказать, пофантазировать и взять заряд, равный там два, четыре, шесть, пара электронов и вот так далее? Значит, ответ на этот вопрос качественный состоит в том, что, вот смотрите, вот эта частица, вот она, вот здесь она релятивистская. Так что, если бы у нее был заряд даже двойка, она была бы вот такой же, как здесь, черной. Потому что ее ионизация возросла бы в четыре раза. Так что мы бы это обязательно заметили. А так как часть траектории, с которой мы имеем дело, релятивистская, а другая часть черная, с ионизацией, как вот здесь нам показано на этой вот картинке, где у нас так ионизация. Вот ионизация, вот она зарастает, видите, в два с половиной раза в конце трека. А в начале трека на расстоянии 15 сантиметров, она релятивистская, единичка. Так что двойку никак не пройдет. Спасибо, Виктор. У меня еще два вопроса, Валерий Николаевич. Да, да, пожалуйста. Другой вопрос. А вот вы пробовали как бы трактовку этой новой частицы и смотреть в сторону прионов, теории прионов? Нет, не пробовали. Я даже не знаю, что такое прион. Ну, ладно, хорошо. Это гипотетические частицы, на, это другая несколько. Это гипотетические частицы, из которых состоят кварки, лептоны. Ну да, ну, есть, конечно, желание кварки свести к каким-то еще более фундаментальным объектам. Но мне кажется, что пока что успеха нет на этом пути. Ну, сегодня же уже говорили, что вот и кварки, и электроны состоят из материи. И есть, кстати, трансформация вот их друг в друга. Да, есть трансформация. Речь идет о массе, о массе, понимаете, о массе, в первую очередь о массе идет речь. Поэтому прионы это или лептоны, в общем, не суть важна. Вот по массе у меня тоже вопрос. Вот вы приводили расчет массы нейтрино, стационарные. Да. А вот в стандартной модели там массы нейтрино указаны другие. А там какие массы? А там никаких масс не указано. Это вот впервые в мире указаны массы. А у вас была вот табличка стандартной модели? Да. А там просто верхняя граница указана 0,3 мэра. Ой, электрон вольта. Ну, там и больше есть величины. Это оценки, Виктор, это оценки. А здесь точные значения. Оценки границ – это разные вещи совершенно. Да, здесь вот видите, с ошибкой приводится масса. 2,7 на плюс-минус 1,10 или там 2,10 на 10 минус 4. А можно таблицу стандартной модели открыть? Можно. Вот. Вот, да? Вот, вот, да. Вот здесь нейтрино смотрим. Да, вот 2 электрон вольта. А дальше пошли мегаэлектрон вольты. Да, мегаэлектрон вольты. А откуда они берутся тогда? Из кинематики. Из кинематики данных процессов. Распада… Это, Виктор, Виктор, это оценки верхней границы. Эти энергии лежат не выше этой границы. Вот о чем говорится. А точных значений нету. Но как-то большая разница. Большая. Вот такая же… И последний вопрос можно? Вот трансформация гамма-квантов в пару частиц. Можете пояснить? Ну, это известный вольт динамики уже более 50 лет. Процесс, значит, фотон, проходя мимо ядра, в поле ядра, взаимодействует с виртуальным фотоном этого ядра и материализуется, рождает пару. Ну, понятно. То есть, это не два реальных фотона, а это взаимодействует с виртуальной шубой виртуальных фотонов вокруг ядра. Да, да, да. Спасибо. Это же известный процесс, один из трех процессов фундаментальных в физике частиц. Это фотоионизация, это комптоновское рассеяние и это распад при рассеянии в электромагнитном поле третьей частицы. Это известные три процесса. Спасибо Виктору Чибисову. И Александр Павлович, пожалуйста, ваши вопросы. Владимир Васильевич, возникает тут такой вопрос, ну, два, наверное. Да, вы просмотрели тысячи кадров, вот, видимо, одного процесса эти гамма-кванты, да, сталкиваются или соединяются. И в этом, на этих кадрах, тысячах, из тысячи кадров вы выбрали 47 кадров, 47 событий, да, скажем, характерных. И если вот какие-то различия, вот, в чем общее вот этих 47 кадров, да, в процессе, может, по времени различается, может быть, установка что-то другое делала в это время. Сам процесс, реальный процесс был одинаков всегда, и как по времени все это различается? Ну, вы правильный вопрос задаете. Это вопрос по методике пузырьковых камер. Камера, значит, облучается в течение, там, полугода. Вот это набирается статистика вот таких кадров. И, как мне говорят люди, я сам на них не работал или почти не работал, значит, просыпается физик и говорит, эй, вы, камера плохо работает, она вот такая вся черная стала, ну-ка перестройте, значит, режим. То есть, подкрутите температуру, подкрутите давление. Операторы крутят и выводят камеру опять на стандартный режим. А стандартный режим, в частности, определяется вот по первичным трекам, например. Первичные треки, вот как здесь, вот вы видите мой курсор, вот первичные треки, их тут 15 штук примерно, они должны хорошо различаться, на них хорошо должны быть видены пузырьки. А вот эти всякие черные объекты, вот эти, их должно быть мало или они где-то должны быть в стороне. То есть, критерии правильной работы камеры существуют, они отработаны. За этим идет следствие. Камера всегда работала одинаково. Одинаково. А все-таки по времени, вот вы говорите, в течение двух лет эти пленки смотрели, такой огромный труд. Вот 47 событий в течение этого времени, когда все-таки произошли? Нет ли тут какой-то закономерности или что-то общее? Нет, подождите, значит, во-первых, мы берем готовые пленки, они лежат уже вот 40 лет на полках в хранилище. Кстати, замечу, что вот слава Богу, в нашем институте эти пленки лежат в хранилище, их не выбрасывают, их не пускают в утиль. Владимир Алексеевич, я подоплеку вопрос Александра Павловича, тоже, кстати, Никитина, но это другой Никитин. Вот, вам объясню, он захочет связать особенности поведения вашей камеры, которая облучалась 40 лет назад, с поведением Вселенной в целом. Вот в чем его суть вопроса. Ну, я понял, да. Тут не столько Вселенной, но по времени. Как, может быть, 40 событий произошло в один день, а 7 там в другой день. Ну, что-то есть за камер. За полгода он ответил вам, вы не обратили внимание, полгода эти эксперименты шли, полгода. Ну, в течение полгода, в течение полгода. Вот эта вот пленочка, вот эта пленочка, на ней 1100 кадров, вот на этой пленочке. Значит, она тем самым была получена в течение, наверное, двух-трех часов. Потом эту пленку снимают, ставят новые и так далее. А камера облучалась, чтобы получить этот фотоматериал, не менее полугода. Ну, вот как в одной бобине сколько случаев тогда? В одной бобине 1100 кадров, а на каждом кадре, как я показывал, сейчас давайте еще раз посмотрим, несколько пар электрон-позитронных. А наших событий на такой бобине одна в среднем, одно событие. А, одно в среднем, да? Да. И еще, конечно, такой вопрос возникает. А никто вот не пытался, ну, повторить в данном случае, наверное, невозможно. Повторить вот этот эксперимент. Все-таки вот, сказать, вот такие же условия, вот получаем эту частицу. Вот подойти к этому, к повтору этого эксперимента. Ну, конечно, надо подойти к повтору, и мы сейчас готовим электронную установку, электронную, к сожалению, я не показываю ее структуру, в которой уже не будет возражений против того, что эта частица есть или ее нет. То есть электронная установка на огромные статистики при вариации различных условий пучка будет изучать этот процесс. Спасибо. Ответ получен. Ответ этих вопросов больше нет. Александр Павлович, спасибо. Друзья, теперь давайте выступление. Кто хочет выступить, пожалуйста, поднимайте руки. Вот уже начали. Ну, вот, ladies first. Поэтому, Людмила Борисовна, пожалуйста, ваше выступление. Извините, но у меня просто я подняла руку на вопрос, я быстро задам. Вы вопрос, хорошо, тогда вам вопрос, пожалуйста, вопрос. Последний вопрос. Да, спасибо за вашу информацию, очень интересно. Мне хотелось бы узнать. Вы не пытались, или это очень нереально, определить, не могут ли быть ваши частицы производством вот этой виртуальной, из виртуальной шубы, которая окружает каждую реальную частицу? Ну, может, конечно, виртуальная шуба – это 10 минус 13 сантиметра, я так понимаю, да? Да. Вот, эти частицы могут, и, наверное, так они и рождаются в этой виртуальной шубе. Но потом они уходят на расстояние 20 сантиметров. Ну, все, у меня спасибо. Спасибо, понятно. Спасибо, Людмила Борисовна. Так, Геннадий Иванович, тогда ваше выступление. Вот. Слышно? Да, слышно, слышно. Я хочу обратить внимание докладчика на то, что современная, вот, общепринятая электродинамика, как классическая, так и квантовая, использует постулат постоянства заряда. То есть, эти теории не описывают процесс появления заряда, скажем, при, когда гамма-квант там порождает пару электрон-позитрон, и каждая частица меняет, как бы, заряд от нуля до его значения. То есть, наша электродинамика вообще не приспособлена для этого. Поэтому, если обобщить электродинамику Максвелла и включить в нее переменные заряды, то есть, рассмотреть динамику образования заряда, то тогда вот ваши полученные результаты получают некую теоретическую основу. И вы обратите внимание на это. И еще хочу сказать, что эксперименты, в которых используется переменный заряд, были проделаны примерно сто лет назад Николой Тесла, когда он заряжал и разряжал свою огромную башню, верхушка там, сферу. Значит, сфера периодически переменяла свой заряд полный. Если мы на бесконечности посмотрим на сферу, то это точка с переменным зарядом будет. Так вот, он это делал, и он получил другие электромагнитные поля, не обычные поля, векторные Е и H, а в дополнение к Е и H получил скалярные, так называемые, электрические и магнитные поля. И вот эти скалярные поля для них совершенно другие, новые законы, а не те, которые нам известны. Так что ваши данные могут быть положены в основу обобщения классической и квантовой электродинамики на случай, когда заряд частицы переменный. Спасибо, Геннадий Иванович. Андрош Ковач, пожалуйста, ваше выступление. Если можно, по-русски, Андрош. Хорошо, попробую по-русски. Я сделал три слайда, которые я показал. То есть я попробую. Для этого нужно сделать следующее. Владимир Алексеевич, пожалуйста, уберите свою презентацию. Сейчас Андрош свою вывесит. Хорошо. Нажмите красную кнопочку, снять презентацию. Да, да, да. Да, спасибо. Вам это удалось, Андрош, пожалуйста. Да, сейчас видно? Да, видно. Хорошо, да. Значит, это первый слайд. Ну, а об этой средней частице, о которой уже говорили. Вот, значит, здесь слайд показывает идею, что я предполагаю, что сначала первый раз по средней частице, потом средняя в электрон. И вот, что интересно в этом треке, что если эллипсоид положить сюда, вот тогда конец трека, он как раз на эллипс входит очень красиво. Поэтому я в своем вычислении предполагал, что здесь Larm War procession. Поэтому этот эллипс, из этого я измерял, из эллипса можем тогда узнать, какой импульс. А Амасу тоже знаем, как докладывал, как мы в докладе видели. И так я вычислил примерно полтора мера, это из средней частицы. И вычисления, они видны, можно посмотреть в моем докладе, который я в осенней конференции докладывал. И в описании доклада там подробно вычисления видно, как я из этих данных полтора мера получил. Вот тогда здесь это вторая картина, о которой я вопрос создавал. Ну что, тогда эти похожие картины еще посмотрим, и тогда, надеюсь, лучше узнаем, что подтверждается ли это средняя частица. Вот здесь главный слайд, я хочу внимание, что на разные массы, которые от электрона начинаются. Вот в моем докладе, который я в конференции докладывал, об этом полтора мера в электроне, я, как я объяснял, это в бета-дикей, такая масса получается. Вот что еще интересно, что если посмотреть разницу пиона с зарядом и пиона без заряда, вот эти массы очень хорошо знаем, если посмотреть разницу, разница, она точно 9 электронов масса. И это не примерно, а совсем точно такая разница масса. И это, как я понимаю, это думают все, что это совпадение. Но если совпадение, это очень интересное совпадение. Если здесь посмотреть, у нас получается геометрическая серия. Значит, электрон три раза и девять раз электронов масса. Что еще интересно, что зарядный пион по экспериментам может очень легко заряд передать протону, и так получается тогда неутрон. И значит, что там этот заряд, он легко передается. Я думаю, что все это не совпадение. Вот это одна геометрическая серия. А вторая геометрическая серия, это то, что в докладе мы видели, начиная от электрона, здесь тогда оно малое, мион и тау-частица. И, может быть, это интересное направление, что тогда как будто два фамилии этих частиц, и оба масса идут от электрона по геометрической серии. Вот это я хотел прокомментировать. Андрош, а, пожалуйста, пару слов скажи. Вот ты писал мне, что относительно 17-мэвной частицы, вот пару слов про это скажи. А, да, 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 еще вот что интересно, что есть серия докладов, это вообще в Венгрии экспериментаторы, это говорят, что есть 70 мегаэлектрон-вольтов бозон, и его в докладах называют X17 частица. Вот если кто-то поищет доклады, частица X17, тогда там несколько довольно подробных экспериментальных работ, но там треки не видят, а там это индирект, индирект указательство, и это они говорят о бозоне, который выходит из некоторых ядерных реакций. Ну вот, вот это 17, это как раз два раза 8 с половиной. Тогда вот приходит вопрос, что если взять пару частиц, античастиц этого аномолона, может быть, то, что называют X17 в тех докладах, это как раз пара таких частиц, которые господин Никитин измерял. Я думаю, что, может быть, эти две серии экспериментов, они о том же самом. Вот это тоже, может быть, интересное совпадение. Андрес, спасибо. Андрес, тогда сними свою презентацию, и я попробую свою презентацию запустить. Вот, спрашиваю, кого-нибудь видно моя презентация сейчас? Да, я хорошо вижу. Так, да, друзья, спасибо. Тогда я вот говорю, о чем я хочу сказать. Мы в свое время где-то примерно, ну уже, наверное, лет 8 с Барановым Дмитрием Сергеевичем провели такое простенькое вычисление какой-то величины частицы, которая могла бы формировать электромагнитное поле. И вот на основе газодинамических соотношений. Газодинамика – это такая очень мощная наука, которая оперирует средой, как сплошной средой. Вот она с ней работает на основе понимания сплошной среды. Это универсальная такая вещь, которая может в любой сплошной среде применяться. Не обязательно к течению там воздуха, например. Вот в левой части моего слайда мы видим рассуждение на тему о вычислении массы частиц, которые могли бы составлять электромагнитное поле, формировать электромагнитное поле. Так вот, газовая динамика дает, вернее, механика сплошной среды, лучше сказать, дает метод расчета частицы, если известна скорость волны сжатия вот в этой, ну, звука, как обычно говорят, в этой среде. Вот формула, вот мы здесь видим, если К – это постоянная больственная температура, Т, например, взять реликтовую температуру, 2,73 градуса Кельвина, гамма – это показатель из-за энтропы, ну, это величина порядка единицы. Все это разделить на С квадрат, это дает величину частицы, которая формирует волну сжатия, то есть звуковую волну в этой среде. И оказывается, величина этой массы – это 5,6 на 10,40, а если килограммов, я в Си всегда работаю, а если эту массу перевести в электрон вольт, то это окажется 3,3 на 10 минус 4 электрон вольта. Еще раз, если предположить, что электромагнитное поле состоит из каких-то частиц, которые за счет сжатия формируют скорость звука, порядка скорости света, то масса этих частиц должна быть 3,3 на 10 минус 4 электрон вольта. Подчеркиваю, что тут есть вопросы, связанные с поперечными волнами, с продольными волнами и так далее. Я за неимением времени, чтобы не путать вам здесь, так сказать, не уходить в сторону, просто ответы есть на все эти вопросы. Но вот говорю, что оказывается, частица электромагнитного поля должна иметь вот такую массу. А справа теперь масса электронного нейтрина, М1 по Никитину. Подчеркиваю, что это масса, неизвестная из стандартной модели. Стандартная модель дает только осцилляции массы, то есть изменение массы, а абсолютные значения Никитин определил самостоятельно на основе вот некоторых моделей, о которых он сегодня рассказывал. И он получил, я показываю, 2,7, я просил его даже озвучить эту цифру, на 10 минус 4 электрон вольта. Таким образом, если мы из величины, которую мы с Барановым получили где-то 8 лет назад, 3,3, вычтем величину, полученную Никитином для нейтрина, то получим всего отличие 11%. Таким образом, из вот этих рассуждений можно сделать очень осторожный вывод, что электромагнитное поле состоит из нейтрин, из электронных нейтрин. Но не только из электронных нейтрин, поскольку различия тут некоторые есть, все-таки в 11%, а из нейтрин еще немножко более тяжелых, ну, например, из меонных нейтрин. То есть вот такие простейшие оценки на основе механики сплошной среды совпадают с более сложными экспериментальными результатами, полученными вот на ускорителях, вот на экспериментах, которые мы сегодня видели. Вот этот мой комментарий, друзья, спасибо. Я его тоже снимаю. Владимир Алексеевич, очень интересный доклад, по моему мнению. Пожалуйста, Ваше... Спасибо Вам огромное. Я очень хотел, чтобы Вы выступили. Спасибо, что нам это удалось организовать. И Ваше заключительное слово, пожалуйста. Я рад, что этот доклад состоялся, и что я получил, в общем-то, поддержку. Я не получил категорических нет, которые я получаю сплошь и рядом от моих коллег здесь. Так что будем работать, ребята. Спасибо. Спасибо, Владимир Алексеевич. Еще раз, друзья. Спасибо всем за... Это был предпоследний доклад нашей весенней сессии. Последний доклад, ну, следующий доклад, будет 21 июня. На нем будет выступать Пархомов Александр Георгиевич с новыми, такими свежими результатами. Будет тоже очень интересно. Всех приглашаю. И после этого мы отправимся на летние каникулы на два с половиной месяца. Друзья, всем спасибо. До 21 июня. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Я вывешу запись этого интереснейшего вебинара. Я думаю, что я разошлю всем примерно часа через два, через три. Спасибо. Спасибо.